Если вы говорите, что не любите тыкву, то скорее всего не пробовали вкусное блюдо из этого овоща, который не только позволяет сделать множество заготовок, но и является шикарным украшением в осенний и зимний период. В этом году мы высаживали царицу осени. Это среднеспелый универсальный сорт. Плоды уже через 3 месяца могут порадовать вас урожаем. Хотите раннее, воспользуйтесь рассадным методом. А если желаете получить ее в более поздний период, то сажайте эту красавицу сразу в открытый грунт. Плоды у сорта могут вырастать до 25 кг. Мякоть у царицы осени сладкая и малосочная. Уже при нарезке появляется приятный свежий аромат. Этот сорт меня заинтересовал тем, что относится к холодостойким и лёжким. Поэтому остальные тыквы у нас будут ждать своей очереди уже в зимний период. Напомню, что хранить эту красавицу желательно при температуре от плюс 5 до плюс 15 в тёмном месте. А сейчас я поделюсь с вами двумя рецептами, которые из царицы осени получаются просто шикарные. Именно после них вы точно полюбите тыкву. Если не выращивали её в этом году, то рекомендую запастись семенами и в следующем обязательно посадить. Первый рецепт – кремовый суп с гренками или семенами тыквы. Обжариваем лук и морковь в кастрюле 5 минут на слабом огне. Потом добавляем очищенную и нарезанную кубиками тыкву. Немного тушим и вводим 600 мл воды. Варим 20 минут до мягкости. Сливаем бульон в отдельную кастрюлю, он нам ещё понадобится. Далее блендером измельчаем овощи и наливаем часть сливок. Вводим оставшийся отвар и тушим при 80 градусах, постоянно помешивая. Добавляем перец, соль, делаем гренки сами или покупаем в готовое блюдо, можно добавить семена или пряные травы. Второй рецепт – это тыквенный пирог. Для приготовления достаньте заранее из холодильника сливочное масло. В просеянную муку добавляем щепотку соли, размягчённое масло и делаем однородную консистенцию. Вводим взбитое яйцо. Далее тесто заворачиваем в полиэтилен и на 40-60 минут убираем в холодильник. Нарезанную кубиками тыкву укладываем в кастрюлю с небольшим количеством воды и доводим до кипения. Варим 20-30 минут. Далее сливаем жидкость, остужаем и взбиваем блендером. Достаем наше тесто и укладываем его в форму, создавая бортики. После этого ставим запекать в нагретую до 190 градусов духовку на 15 минут. В тыквенное пюре добавляем корицу, ванилин, сливки, яйца и сахар. Взбиваем до однородной массы. Тем временем уже будет готова запеченная форма. Укладываем в нее пюре. Возвращаем пирог в духовку еще на 60 минут при 180 градусах. Вот такие несложные, но очень вкусные рецепты мы рекомендуем. Если у вас в этом сезоне не выросла тыква, то купите ее на рынке. А вот на следующий год можно сделать запасы семян уже сейчас, пройдя по ссылке на сайте производителя Ваше хозяйство или Вагросимфон. Желаю вам приятного аппетита! Ставьте лайк, если материал был интересен. Подпишитесь на канал. До встречи!